Здравствуйте, уважаемые господа, кого не видел. Тема моего сегодняшнего доклада это Google Material Design, с которым меня впервые познакомил Олег и Андрюха. Благодаря нашему проекту Modular, то есть я первый раз увидел, собственно, что из себя представляет Google Material Design и как он правильно реализовывается в интерфейсах и в веб-приложениях. Начнем, пожалуй. Что же такое Google Material Design? Google Material Design это единая концепция построения логики приложений и сервисов, которые унифицируют продукты Google с целью их максимального и легкого использования. Что это означает? То есть, как вы видите, представлен ряд девайсов, начиная от ноутбука и заканчивая мобильным телефоном, то есть и тапфоном, в принципе, все виды приложения определенного имеют плюс-минус один и тот же дизайн. Единственное, на смартфоне и на тапфоне уже совершенно остается мало места. Это то, о чем говорил Саша Зубов на прошлом докладе, то есть это responsive design. Но это еще не все. То есть основная концепция – это единая концепция работы сервисов Google нам в разных устройствах. То есть изначально это было так. Но специалисты Google пошли немножко дальше и раздвинули эту идею до, скажем так, совершенно невероятных рамок. Значит, что они хотели и какая основная идея? Значит, основная идея заключается в небольшом видео. Создание у пользователя интуитивного ощущения работы с объектами или системами в рамках какой-то цифровой среды. Собственно, используют трехмерное изображение. Как мы видим, оно не двухмерное. И у меня к вам, собственно, вопрос, как вы думаете, потому что я тоже не понимал, пока я не прочитал идею, как ее позиционирует Google, то есть почему оно все плоское и на основании чего они отталкивались, когда создавали концепцию «Словом материал»? На базе чего? То есть от чего они отталкивались? Вот есть такое очень-очень модное слово, которое я не могу запомнить. Я его сейчас прочитаю. Извините. Не то окно. Называется этот подход «Скевоморфизм». То есть что такое скевоморфизм? Скевоморфизм – это идея Apple приблизить структуры, объекты, что-нибудь к более реальным вещам. То есть вот как старый, допустим, Макос или Лайн или Сноу Леопард, как старая система Apple. То есть все значки, они были вот эффект воды, кожи, дерева. То есть они стремились передать материал очень реалистично на экране любого своего девайса. Вот эта штука называется «Скевоморфизм». Да, они от этого отказались, и вот с этим борется Джонатан Айв очень серьезно. То есть у них сама идея, на базе чего они создавали «Скевоморфизм». Понятно, это реалистичность материалов, а на чем основывался, собственно, Google Material Design. То есть на что оно похоже? Да, то есть от чего они отталкивались. На самом деле очень интересно. Меня, честно говоря, ответ просто убил. Я никогда в жизни не ожидал. То есть вот следующий слайд как раз все это иллюстрирует. Значит, ребята взяли, собственно, все помнят, что такое оригами и бумага. То есть концепция Google Material Design была сделана сначала просто на цветной бумаге. То есть и вообще все, скажем, весь концепт интерфейсов, отзывов элементов, их дизайнов основан на плоских элементах. И они хотели увидеть, как свет взаимодействует с плоскими элементами, в частности, как экран. То есть они все это сделали на бумаге. Все вот листочки, прототипчики, вот это все было вырезано. Значит, потому что экран плоский у ноутбука, у планшета, у всего. И они подошли, исходя из этого, что бумага тоже плоская, да, как вот добавить. Ты как бы смотришь на бумагу. То есть даже вот эти тени, почему они такие? То есть для того, чтобы передавать, более-менее вот там было видео. Это, я сейчас вернусь к этому слайду. Передавать объем бумаги. Но, значит, как сказал, значит, там дальше будет интервью обзорное с товарища, этого зовут. Тоже никак не могу запомнить. Маттиас Дуарта. Это вице-президент гугл по дизайну. Маттиас Дуарта, вице-президент гугл по дизайну. То есть он, собственно, отвечает за материал дизайна. И вот с ним было небольшое интервью, но он без мода проводил. То есть я вам почитаю. То есть, собственно, вот это его идея, из чего они исходят и почему, собственно, брался такой вот дизайн. Но почему он плоский и почему, собственно, тени небольшие, это все исходя из концепции бумаги. Даже если мы вернемся вот на первый слайд, либо увидим буквочку Ж, да, то есть почему такие градации синего. Это лист, сложенный в несколько раз, бумажный. И поэтому, получается, тени стоят таким вот образом, там, где буклочка Ж. Глоско. Да, кстати, но есть скругленный коллективный майон и есть кругли объекты типа меню. Но нема скругленных уголков. Это уже рада. Да, он... Они его не упрощают. Они тоже упрощают. То есть, они наоборот делают. На самом деле это реальный объект. То есть, если ты, Саня, возьмешь кучу цветной бумаги и посидишь с ней часто, нарежешь из него кружков, например, да, то материал дизайн, это вот, вот этот вот, кстати, скриншот, это кусок вот Google Старта. Это такой лаунчер для андроида. Забыл сказать, что полноценно вообще, в принципе, весь материал дизайн, он появился еще в четвертой версии, в самом начале. Но он был не весь. То есть, полноценный Google материал дизайн мы увидим в Лолипопе. То есть, в Лолипопе это уже идет бренд. Они официально признают, что концепцией Лолипопа вообще является Google материал дизайн. Он весь сделан на Google материал дизайн. То есть, они меняют вот эти вот значки стандартные андроидовские. Они взяли, позаимствовали, скажем, это по моим наблюдениям, от Sony и PlayStation, которые находятся на самом пульте. Когда человек играет, они вроде более как интуитивно понятны. Ну вот, у них тоже подводится идеология. То есть, чего добивается Google? Google, как мы все помним, начинался с поисковой системы, который потом плавно перерос в почтовый сервис. После чего, не помню, какой из швейцарской корпорации, они купили систему обмена рекламными объявлениями, которую мы сейчас знаем, как Google AdWords и Google AdSense. На этой системе они начали зарабатывать довольно неплохие деньги. И из этого родилось все остальное. И погода, и Google Drive, и да, где-то так. Значит, чему сейчас стремится Google? Сейчас Google стремится из своих сервисов и продуктов не разобщить их, а наоборот сделать из них одну полноценную, полную систему, в которой, например, вот, тоже пропустил я, значит, начиная с четвертой версии, у них появился аналог вот этой девочки, как девочка, Саня, в айфоне называется? Siri, да, появился аналог Siri, то есть голосовой поиск Google. Он появился еще в четвертой версии, они вот так начали постепенно, постепенно переходить. Во-первых, как я понимаю, потому что материал дизайн до конца был не закончен. Во-вторых, скорее всего, они еще и изучали реакцию, собственно, потребителей на их новшество, то есть как люди будут к этому относиться, потому что был очень непонятный стык от реалистичного перехода к переходу, как бы не совсем реалистичного, потому что, как для меня, они говорят, что они используют яркие и оптимистичные цвета, которые не вызывают у человека депрессию, там какое-то плохое настроение, еще там что-то такое, но, как по мне, они просто не совсем естественно смотрятся, но если взять реально цветную бумагу, да, то есть вот такой концепт, если что-то вырезать и скрепить, аппликация, вот получается такое. То есть в данном случае вот эта вот страничка уже от 4.4 андроида, это Google Start, то есть здесь мы можем видеть погоду, где мы сейчас находимся, можем добавить какие-то другие источники, если мы едем в командировку, там еще куда-нибудь, автоматом он начинает показывать рестораны, кафе, музеи, которые находятся возле нас, дальше он начинает показывать их фотографии, дальше он может вывести какие-то спортивные матчи, какой-то чемпионат, то есть он лепит разные, скажем так, события, напоминания, еще что-то, то есть вот скопом он лепит на этот единый экран, и по сути человек может на одном экране просмотреть все события, которые его интересуют, не открывая каждое приложение, допустим, в отдельности. То есть они стремятся создать единую систему, на которой появляется в правильное время, в нужных местах, я отъехал, у меня уже изменились места возле меня, изменился прогноз погоды, допустим, закончился какой-то матч, оно приезжает, и человек видит сразу все на экране, ни на что не отвлекается. Вот, ну и подходим мы к собственному интервью Матиаса Эдуарте, что он говорил, интервью очень интересное, я, в принципе, дам вам на него ссылку, значит, основное, то есть Google Материал Дизайн не пытается симулировать, то есть то, что я рассказывал, что делал Apple, Google не пытается симулировать, они вроде бы взяли за основу бумагу, но бумага не может делать таких вещей, которых я показывал в самом начале, мы вернемся сейчас, может быть, к тому слайну, то есть бумага не может разрываться, да, она не может ездить вверх-вниз. Бумага не может делать вот таких вот вещей, да, она не может всплывать, разрываться, всплываться, то есть переворачиваться каким-то образом, да, вот такого эффекта не может быть. И, как говорит Эдуард, по психологическим исследованиям, они пришли к тому, что больше всего человеку интересно и больше всего человеку нравится, когда вроде бы обычная вещь, которая похожа на бумагу, делает очень необычные свойства. То есть получается такая магия, и вот человека привлекает именно это. Его не привлекают естественные структуры стекла, дерева, воды, то есть он смотрит на какие-то простые квадраты, и когда эти квадраты поворачиваются, они ему подсознательно напоминают бумагу и лист бумаги, но когда они начинают делать вот такие вот всякие штуки, то есть это действует на человеческий мозг непозитивно. Сейчас я прочитаю точно, потому что... Значит, сейчас там очень интересно, хитро он что-то написал. Значит, мы создаём метаморфозу, взаимодействующую с самими первобытными участками вашего мозга. Мы специально делаем плоскости, которые входят и вновь собираются так, как это не может делать ни один реально существующий материал. Но зрительная кора головного мозга не понимает законов сохранения массы. То есть только концепция объекта в грани поверхности. Так что мы смотрим на эти логические, на эти невозможные логические вещи. Не нам кажется правоподобными и правильными. Это магия чисто выдая Гарри Поттера. Мы смотрим, как на экране происходит нечто невозможное, но в тот же момент достоверное. И в этом секрет нашего дизайнерского подхода. То есть вот так вот... Значит, вице-президент дизайна дела Google... Мать, аздуарта! Вот, собственно, таким образом он... Ну, именно бумага. То есть MetroStyle использовала вся эта дуречит имя, я не рассказывал. То есть MetroStyle, скажем, конкуренту самого Google, Microsoft... Да, но, опять же... Повторяю, повторяю Матиасу Эдуарта, то есть, что я правильно понял. Виндзубы акцент, что я незамный природный материал, Виндзубу бумагу... Но, Виндзуб, почао использовать такие свойства, и в бумаге нема. Ты можешь, допустим, бумагу повернуть так, да, допустим, заехать. Ну, и что ты ее разерваешь? С квадратика, с кружочкой зробишь там квадратик. Сейчас я там покажу, там куча есть, примерив дальше. То есть и человеческий мозг, вот, Виндзубы не понимает физику, но ему нравится именно сам эффект перехода. То есть, в метро... В метро-нэма-переходе сложно. Да, нет, ну, по крайней мере, он там ничего такого не писал. Нет, что касается меня, я как раз... больше сторонник скеломорфизма, и мне нравится. То есть, Apple мне нравятся природные текстуры, мне нравятся природные вещи. Я вам сразу скажу, я абсолютно не сторонник... То есть, эти... Паша, я постоянно забываю. Значит, скеломорфизм. Причем, нездоровый скеломорфизм называется. Вот, и с ним постоянно борется Стив... Ой, Джонатан Айв, да. А Стив Джобс... Джонатан Айв, это же президент Apple. Он сторонник материал-дизайна, как раз. Они борются с ним. Я сторонник скеломорфизма. То есть, мне нравятся больше реальные текстуры, реальные... И на базе этого, скажем так, он может нравиться, он может не нравиться... Мы можем, да, долго... Плюс, я сейчас не помню, как он сказал... Сейчас я попробую найти. Как он сказал, доска на... А, сейчас найду. Значит, что Эдуард еще сказал. Значит, как дисциплине UI, то есть, пользовательскому интерфейсу всего 20 лет. А дизайну вообще почти 2000 лет. То есть, никто как бы не работал очень глубоко вот именно над UI, как вообще над дизайном чего-либо. А сейчас уже работают вот, то есть, над интерфейсами. Они изучают цвета, расположение, порядок. То есть, описывают какие-то правила, то есть, как, чего должно быть. То есть, описали уже эскеоморфизм, описали уже и материал-дизайн. Да, то есть, на самом деле, мне просто непонятно, то есть, почему, когда появляется, скажем, все больше HTML и CSS свойств для работы. Да, казалось, которых бы нам не хватало 5 лет назад. А чтобы сделать круглые углы, это надо было там или градиентную заливку. Сейчас есть все, и круглые углы, и опасити, и градиентная заливка. Но почему-то мы приходим к тому, что было, собственно, еще, наверное, в 90-е годы было очень популярно. 3-4 цвета, да, 3-4 цвета. Ну, я же говорю, то есть, опять же, он может нравиться, он может не нравиться. Опять же, повторюсь лично, мне он совершенно не нравится. Но это тренд, можно делать, его надо, его надо что-нибудь писать. И в завершение мы общими усилиями, большое спасибо Андрюхе, большое спасибо Саше Павловскому и Саше Зубов, нашли 3 фреймворка, которые на данный момент весьма удачно работают с Google Material Design. Да, нам с ней немножко разные, сейчас я вам их покажу. Значит, вот первый нашел Саша Зубов. Это Коди Хаус, то есть, тут можно найти абсолютно все, патарм достаточно большой, можно сделать какую-то фиксированную навигацию, можно сделать поинты, ну, мы можем, например, что-нибудь посмотреть. Это фреймворк, то есть, материал-дизайн-концепция, ну. Нет, тут в том-то и дело, что внешний вид, Паша, смотри, значит, он... Да, он... Нормально пишем? Да. То есть, тут, Паша, все четко описано, то есть, в конце я придумал Google, и вот полностью все, как должны выглядеть, например, там, компоненты, то есть, как должна выглядеть кнопка, да, вот это вот все, это Google стандартизировал, то есть, CSS, Олег писал, я частично там участвовал, буквально два элемента я делал, полностью, как должна себя вести кнопка, какого она должна быть цвета, размера, пропорции, то есть, вот, это все описано. Но Google описал только принципы и дал тебе дизайн, а уже CSS-ов, его скриптов у них нет. Так вот, то, что я представляю, это три уже готовых клипы, которые собраны со скриптами, с CSS-ами, со всеми вместе, ты просто можешь ими пользоваться, да, под материал-дизайн. Ну, вот, например, там, вот, такие вот красивые иконочки, да, для каких-то там, каких-то там товаров, то есть, это все уже реализовано. Опять же, мы говорили недавно о Flexbox, то есть, они тоже это активно используют. Это я видел тут целиком. А, ну вот, менюхи, например, были. Причем, значит, насколько я смотрел, вот эта штука, она на Responsive будет работать и на мобильном телефоне. То есть, все вот эти вот компоненты, они все полностью в данном фраймворке присутствуют. Все фраймворки, насколько я смотрел, они бесплатные, можно исключать и активно юзерить. Вот. Значит, второй. Это, спасибо Андрюхе-преддобняку, это полимер. То есть, я даже не знаю, я даже вот... Ну, вот, допустим, кнопки, да, вот они по стандарту, которые описаны в Google Material Design. То есть, вот я нажал на кнопку, да, вот мы видим этот эффект нажатия, который называется Ripple, я его реализовал. Нет, это не... Google не делал. Почему? Так, я хотел посмотреть как раз то, что я делал, да. Вот, но мне не нравится, он как-то... То есть, я его посмотрел, работает он немножко ключ. То есть, есть... Не совсем сейчас. Там транзиск, вот так вот, что он заливляется, там... Ну, может, на телевизоре не видно, а там сейчас и свитчер найду. То есть, ну, вот это вот, с этим я очень долго боролся. Вот эти штуки мы брали от Kendo и модифицировали. Я хотел найти свитчер, да. Я думаю, как это называется. Такой вот эффект, тынь, когда я тыкаю в него, появляется... Типа Ripple эффект, но его в Google Material Design в теории нет. То есть, есть вот такой, вот такой, а вот такого вот я не видел, честно говоря. И если вы посмотрите на круг, то... Да. Но он... Почему-то у меня в каком-то браузере, в Mozilla, по-моему, Ripple очень плохо работает. Именно с полимером. Вообще, я считаю, что это верх красоты. Да, и самый последний, который мы смотрели, это Саша Павловский буквально нашел за час до комьюнити. Это ангуляровский фреймворк. Пришли мы его достаточно поздно, причем все элементы Олег здесь есть. То есть, мы могли ничего не рисовать, зайдет в библиотеку, спокойно ее прикрутить. То есть... Ну, тут... Тут есть вообще... Вот это меню, да, причем его можно устанавливать как меню так, да, так же, как и грид, значит, кнопки. Опять же, с Ripple эффектом, пожалуйста, без проблем. Круглые кнопки, разные боттнеры. Эффект карты, в смысле, как карточка товара, я так понимаю. Чикбоксы. Офна. Вот, 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 кстати, загрузчик. Единственное, я не успел его протестировать на браузерность, поэтому ничего не буду греть, потому что с Олегом мы пытались. То есть, к сожалению, сейчас основным камнем преткновения большим является то, что заказчик, как правило, хочет это видеть. Кроме хрома еще где-нибудь. То есть, я пытался... Мы нашли даже такой preloader, но он работал только в Chrome. А у нас были требования еще и на Mozilla. Поэтому... Реализованный через CSF. Да, да, да. Но это тоже в данном случае реализованный CSF. Рассмотреть, как это работает. Вот. То есть, скажем так, в этом фреймворке мне нравится больше всего, я еще более детально посмотрю, потому что я все-таки думаю, хотим мы или не хотим, рано или поздно все равно, как и все продукты Google, Material Design, они пихают его в тренд, они пихают его в стандарты, работать нам с ним придется по-любому. То есть, так же, как и с Adobe Secure, так же будет и с Material Design. Ну, это чисто моя точка зрения. В смысле, как они решили, что? Угу. 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 деле я видел реализацию, то есть просто делается кнопка для рипл эффекта либо бокс, либо кнопка вверху укинуть, берется координата, куда человек тегнул мышь. Так, тут еще где-то было, я вам хотел показать калькулятор. Калькулятор, калькулятор. Ну, табы, собственно, табы чисто андроидовский эффект. То есть, скажем так, как итог, я, к сожалению, не могу подвести общий, я могу подвести только итог, что касается меня. Сама идея материал-дизайна, я, опять же, повторюсь, я ее не сторонник, я сторонник более традиционного подхода с передачей естественных материалов, да, что-то естественно. Димон, ты меня решил вбэй. Сейчас скажу. Скеламорфизм. Скеламорфизм. Андрюхен нравится. Скеламорфизм. То есть, ну, тут крути-не крути, нам придется с ним работать. То есть, нам вот эти три фреймворка советую обратить ваше внимание, разбраться, как они работают. А? Жизнь скажет. Скеламорфизм. Скеламорфизм. Мне вам нравится еще, потому что я вижу книжечки книжечки. То есть, когда там, где-то текстуры, я, можно, атак я вижу три цвета, я, я, так, тяжело, вот, не знаю. Для себя я вижу три фактора, потому что не так давно Google купил стартап автоматизации умного дома Nest, и он дал явно понять, что, собственно, Android там будет присутствовать. Начнут они с Lollipop, который вот сейчас, сейчас должен, я уже точно не помню, через, по-моему, через неделю они представят официально уже смартфон с Lollipop, он полнофункциональный. Плюс, опять же, они внедряются на рынок смарт-телевизоров, на которых сейчас тоже уже стоит Android. они протаскивают, скажем так. для чего это сделано? Как написала одна умная девочка, для того, чтобы сделать тот же самый, да, responsive design, либо то же приложение, чтобы оно выглядело одинаково, понадобится для, если бы это приложение было, скажем так, куча навороченных иконок, каких-то, да, оно все красивое, то есть, тебе надо сделать под все браузеры, потом еще разработчикам надо это сделать под iPhone, потом разработчикам надо это сделать под Android, потом им надо еще сделать под умный дом, потом им надо еще сделать это под Smart TV. То есть, если у тебя есть материал-дизайн, ты без проблем снижаешь свои затраты и времени, и... то есть, это... Это... Они так это дело позиционируют, точно так же, как позиционировал, Ветель мне подсказывал, как позиционировал Microsoft MyTro Interface. Почему они сделали MyTro Interface? Потому что пацаны зажали денег, они же сделали свой планшет, собственно, под свой планшет надо было разрабатывать другую операционную систему. Одно дело, разрабатывать систему даже ту же, с нуля, надо пересобирать ядро. Это люди, это деньги, это время. То есть, зачем это делать, если можно сделать одну систему, да, которая может внутри переключаться, с мэтра интерфейса, скажем так, и... Опять же, все помнят, вернее, эта проблема до сих пор является актуальной, которая называется «Какой дебил убрал кнопку пуска?» То есть... И вот не прижилась, и такие в десятой версии, уже вы знаете, из демок, которые можно скачать и поюзать, кнопку пуска они добавили. Но она опять же выглядит немножко не очень хорошо. Они тоже поставляли туда этих плоских окон и очень много лишней информации именно в кнопке пуска. ты можешь смотреть, вот нажал на кнопку пуск, если есть обновление, оно тебе сразу в окне пишет приложение такое, обновление есть, обновление нет, может тебе прогноз молодого выводить. То есть мои соображения, это, как правильно сказал Андрей, это стремление к стандартизации, но только не для того, чтобы было удобно человеку, а для того, чтобы Гуглу было удобнее минимизировать время, финансы, количество людей, для того, чтобы на все свои платформы, начиная от мобильного телефона, ну и судя по всему заканчивая уже умным домом, ну он сейчас, он кроме ОМАС, насколько я знаю, он уже три года о нем не занимается, они в каком-то состоянии, в каком-то состоянии они его держат, но активных попыток по крайней мере ну я так, я так далеко, я так далеко в будущее смотреть не могу. А, у меня открыто, скеломорфизма. Это же слово такое, капец. В принципе, все, то давайте вопросы, у кого, какие есть. есть вопросы. Есть вопросы. С кемоморфизма. Уже не канай, все, вопросы я принял. Спасибо. 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 Продолжение следует...